Человеку для того, чтобы быть здоровым, необходимо выпивать в среднем 2 литра воды в день. Это правило знают многие приверженцы здорового образа жизни. И хотя вода нас окружает повсеместно, для питья можно использовать далеко не всю. Вопросы поставки населению питьевой воды – это серьезная задача, которую решают местные власти. Глава района Роман Синеговский провел совещание с главами поселений по вопросам организации водоснабжения. В Славянском районе вопросами водоснабжения занимается несколько предприятий. В городе – это Кубань-Водоканал, а в поселениях – Жилсервис и Жилкомфорт. На совещании, посвященном теме водоснабжения, глава района Роман Синеговский заострил внимание глав на том, что все проблемы предприятий, которые организуют подачу воды населению – это и их проблемы тоже. Ведь если Жилсервис и Жилкомфорт, которые обслуживают одновременно несколько поселений, будут ликвидированы, каждому главе в отдельности придется самостоятельно решать, как обеспечить людей водой. А такая задача станет еще большим временем для поселенческих бюджетов. У вас позиция должна быть, еще раз говорю, позиция какая? Позиция, что это ваше предприятие. Смотрите с точки зрения, Стримоненко, общаясь с Савченко, он уже понимает, что это его предприятие. Жилсервис и Жилкомфорт – это недавно созданные предприятия, которые обслуживают северо-западную часть района. Им достались в наследство далеко не новые сети, потому замена водопровода – это большая работа, которую ведут в поселениях муниципалитета. Суммы затрат на эти цели для сельских бюджетов неподъемны, потому обновление сетей ведется при содействии районной и краевой власти. Благодаря этим действиям удалось заменить 5% старых сетей в районе, а также решить проблему очистки воды в некоторых населенных пунктах. Удалось целинному сельскому поселению установить вторую водоочистку, так как первую водоочистку поставили ранее, и не все население поселка пользовалось чистой водой. После установки этой водоочистки, которая обошлась поселению совместно с краевыми деньгами в 3 миллиона 600 тысяч рублей, все население поселка будет пользоваться чистой водой. В текущем году также планируется замена сетей водоснабжения. Губернаторам поставлена задача ежегодно менять 5% сетей, поэтому приложим все усилия, в том числе главы, на то, чтобы реализовать данное поручение. В 2018 году подана заявка в Министерство жилищно-коммунального хозяйства на продолжение проведения работ по улучшению качества питьевой воды. Основные работы планируется провести в Забойском сельском поселении, в частности, в хуторе Солодковский, где были выявлены проблемы с качеством питьевой воды. Мария Климова, Георгий Калинин, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова